Что ж, сегодня уже седьмая наша встреча. И я надеюсь, что смогу передать вам ключ к успеху до того, как закончу. Потому что сегодняшняя тема так близка к этому ключу, что возможно вы сможете понять, что же это. Как я говорил на прошлых наших встречах, положительный психологический настрой может убрать все препятствия, которые стоят на вашем пути к достижению главной цели в жизни. Эта тема очень важна. Ведь позитивный настрой позволит вам получить все двенадцать даров жизни. А я постараюсь рассказать вам, что вы должны делать, чтобы сохранять позитивный психологический настрой. Во всех своих книгах, написанных на тему успеха, я никогда не говорил своим читателям, что они должны делать, не объясняя, как это можно сделать. Вы готовы? Если вы действительно готовы, то после этой встречи в вашей жизни произойдут изменения, которых никогда не было. Первое. Вы должны научиться подстраиваться под психологическое состояние других людей и различные обстоятельства. Чтобы выходить из этих ситуаций спокойно и мирно, вы должны видеть, как другие люди или обстоятельства могут повлиять на вас и не давать всему этому переходить в разряд неприятностей. Все великие люди умеют обходить неприятные моменты, когда это возможно. Второе. Вы должны разработать для себя систему, с помощью которой каждый день будете входить в нужное психологическое состояние. И вы сможете поддерживать это состояние. Третье. Вы должны научиться продавать себя другим людям, но не напрямую. Например, задавая наводящие вопросы, чтобы вызвать у собеседника желаемую реакцию. К тому же вы не должны дать затянуть себя в спор на не самые важные темы. Четвертое. Вы должны ввести в привычку умение хорошенько посмеяться в те моменты, когда вы чувствуете раздражение или злость. Вам будет очень полезно начинать каждый день с минуты или двух искреннего смеха. Это изменит химические процессы в вашем мозге и поможет настроиться на позитив. Только решив провести свой сеанс смеха, уйдите от посторонних глаз. Пятое. Начинайте каждый день с благодарности за все неприятности, сложности и провалы, которые вы испытали в прошлом. Постарайтесь найти в них зерно выгоды, которое вы нашли с течением времени. Далее поблагодарите за те дары, которые вы ожидаете получить в течение дня. Шестое. Научитесь фокусировать свое внимание на тех аспектах своих проблем, которые вы можете изменить, и начните действовать сразу же, выполняя это посильное задание. Неважно в чем заключается ваша проблема или ваше желание, всегда есть то, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы помочь себе. Найдите, что вы можете сделать в вашей ситуации и сделайте это. Седьмое. Научитесь переводить все неприятные моменты в положительные действия. Постарайтесь сделать это своей привычкой. К примеру, когда вы злитесь, постарайтесь переключить себя на какие-то действия, на ваше хобби или на какие-то ваши обязанности. Постарайтесь занять себя этим в течение хотя бы пяти минут. Восьмое. Вы должны понять, что все обстоятельства, в которые вы попадаете, как приятные, так и неприятные, влияют и формируют вашу жизнь. Поэтому сделайте так, чтобы вы получали выгоду от них в той или иной форме. Вы должны помнить, что ваши неудачи вас закаляют. Если вы будете следовать моим рекомендациям, то вскоре поймете, что не существует опыта, который бы не приносил пользу. Девятое. Рассматривайте свою жизнь как непрекращающийся процесс обучения. Вы должны учиться как на плохом, так и на хорошем. И вы должны быть готовы постигать мудрость, которая будет появляться раз за разом, как с приятным опытом, так и с неприятным. Десятое. Меняйте мир вокруг себя, чтобы жить так, как вы выбрали. Но начните с себя, собственного роста, чтобы стать более терпеливым, открытым и щедрым в ваших отношениях с другими людьми. Одиннадцатое. Дважды в день выражайте благодарность за то, что у вас есть полный контроль над вашим разумом. И просите о подсказках, чтобы использовать этот дар с умом. Двенадцатое. Каждый день хвалите хорошие качества тех людей, с кем вы живете или работаете. Но не стоит упоминать их негативные качества. Вскоре вы заметите, что другие тоже концентрируются на ваших хороших качествах, что явно принесет вам пользу. Помните, что я все еще рассказываю о том, как сохранить позитивный настрой. Тринадцатое. Принимайте любую критику в свой адрес, как повод внимательнее посмотреть на себя, чтобы понять, в какой степени это справедливо. Будьте уверены, вы сделаете некоторые открытия относительно себя, но это поможет вам расти и развиваться. Четырнадцатое. Не принимайте от жизни или людей то, чего вы не желаете. Помните про то, что Махатма Ганди оказался гораздо сильнее, чем все вооруженные силы Великобритании, используя тактику ненасильственного сопротивления. Пятнадцатое. Помните, что есть два типа обстоятельств, которые заставляют вас переживать. Те, с чем вы что-то можете сделать, и те, с которыми вы ничего сделать не можете, кроме использования ненасильственного сопротивления. Иными словами, просто запретите себе волноваться на этот счет. Шестнадцатое. Ваш разум постоянно должен быть сфокусирован на том, чего вы больше всего хотите, или на вашей главной цели в жизни. Тогда у вас не останется времени думать о том, чего вы не хотите. Я должен сказать вам, что мы подобрались невероятно близко к главному ключу к успеху. Это важный момент. Семнадцатое. Если вам не повезло настолько, что вы жалеете самого себя, оглядитесь, чтобы найти того, кому еще хуже, и постарайтесь дать ему что-то. Сделайте это вашей привычкой. Тогда вы станете свидетелем самого невероятного чуда. Ведь то, что вы делаете для другого, вы делаете для себя. Восемнадцатое. Найдите человека, который представляет из себя того, кем бы вы хотели стать. Потом отправляйтесь на работу и старайтесь вести себя так, как этот человек во всех возможных ситуациях. Великие люди всегда выбирали себе великие ролевые модели. Они выбирали правильных людей для подражания. Девятнадцатое. Скорректируйте тон своего голоса, чтобы он звучал музыкально и приятно. Помните, что ваш голос – это окно, через которое люди заглядывают вам в душу. Если вы купите себе диктофон, это будет просто отличной инвестицией. Записывайте свой голос ежедневно, пока будете тренироваться и вырабатывать дружелюбный и приятный тон. Если вы работаете в торговле, то эта практика скоро принесет вам существенные дивиденды. Двадцатое. Последнее, но не менее важное. Запишите эту фразу и повесьте ее на своем рабочем месте, а также у зеркала, в котором вы видите свое отражение. Все, что ваш разум может представить, вы можете достичь. Также не забывайте, что вы единственный человек, который может обеспечить себе положительный психологический настрой. Что вы будете делать с этим? От того, как вы ответите на этот вопрос, зависит ваше будущее. Спасибо за просмотр. Надеемся, вам понравилось. Если да, то ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Хотите получать больше подобной информации? Подписывайтесь на наш канал и нажимайте кнопку колокольчик. Успехов всем и процветания!